Всем доброе утро! Смотрите, вот так выглядит Рекса, которая знает, что скоро ей предстоит утренняя прогулка. А уши у тебя не поднимаются, нет? Очень страшно, да? Ты боишься? Гулять хочешь? Пойдешь? Гулять пойдешь? Видите, какое смирение на лице. Я сейчас буду заниматься спортом на клочке свободного пространства, но кажется кто-то занял мой коврик. Изо всех сил пытается сам одеться, старательный. Только вот когда помогаешь, начинает истерить. Но так самостоятельность проявляется. Пошел возраст, я сам. Скажи, сам! Вот так вот у нас животные играют. Сейчас буду одевать его до конца. Мальчишки на прогулке, это значит я могу собрать вот это все с пола и и наконец-то пропылесосить и помыть пол. Так всегда. У всех, у кого есть дети, квартира всегда так выглядит. Ну и как-нибудь вот так вот еще вот так все валяется. Это нормально. Вот, а вот это ребенка нету дома. А пол я сейчас мою вот такой вот шваброй. Тоже прислали мне на тест от Китфорд. Но вы знаете, я остаюсь фанатом своей паровой швабры. Эта модель мне не очень понравилась. Почему? Во-первых, мне не нравится, как у нее крепится мочалка. Видите, она чуть-чуть торчит. Вот эта вот тряпочка, которая внизу. И она одна в наборе. У моей швабры таких мочалочек три штуки в наборе. Плюс еще две или три я дозаказала. Я могу их раз в неделю просто взять и закинуть в стирку вместе там с собачьими полотенцами и так далее. А эту каждый раз приходится стирать вручную. Это не очень удобно. И плюс еще у нее вот здесь вот находится бак для воды. И там очень маленькое отверстие для того, чтобы заливать воду. Это совершенно неудобно. Вот поэтому по этим двум параметрам она мне не понравилась. Что у нее из плюсов? У нее намного круче дизайн, чем у моей. Она компактнее. И у нее вот здесь вот, прямо в щетке, есть еще один резервуар. Это для воды. А это для моющего средства. И вы можете не просто паром пол обрабатывать, а прямо со средством для мытья полов мыть пол. И это реально очень удобно. То есть вот в этом она крута. Но мне все-таки больше нравится моя первая. Я оставлю внизу ссылку и на эту швабру, и на ту, которая у меня есть, которой я обычно пользуюсь. Если ты мама, то она красится в тишине под просмотр любимого сериальчика или видео на ютубе, вместо того, чтобы слушать детские мультики и слышать мама-мама-мама. Это просто кайф! А субтитры добавил стены. Субтитры добавил стены. Субтитры добавил DimaTorzok Самое любимое блюдо моего сына – это макароны. Как ты говоришь макароны? Скажи макароны! Мама-мука. Мама-мука. Вот. Очень любит. Ради них согласился вернуться с прогулки. Мы оказались в машине, потому что мы едем к бабушке с дедушкой. Сейчас один маленький мальчик должен тут заснуть, пока мы будем ехать. И по пути мне еще надо заехать в магазин, потому что я к чаю хочу все купить, поскольку мы к ним ездим. В большинстве случаев я говорю, ничего не надо, я все сама, потому что к себе не приглашаем. Но просто нам легче доехать до бабушки с дедушкой, чем им до нас. Мы поворачиваем на моем самым нелюбимом повороте. Смотрите, там машина на газоне и не видно. Хорошо поверну. Я вот здесь не люблю разворачиваться. Смотрите, пересекаете, развернулись, и теперь надо вот так вот три полосы пересечь, а все обычно несутся сзади там, ну не до сотни, до 80 точно разгоняются. Я каждый раз, когда вот эти три полосы пересекаю, сама за рулем потею. Это самое сложное место, не только для меня. Согласитесь, это очень трудно тут, вот здесь, в пробке, когда час пик еще особенно. Не, в пробке даже легко, ты влезаешь и медленно пропихиваешься, когда все несутся, там прям надо выскочить резко, вот, иначе может плохо кончиться. Товарий, честно. Они даже попробовали закрыть этот поворот, но в итоге снова его открыли, потому что в другом месте пробка стала. Олеша, сразу живот втягиваешь? Не вводи в заблуждение всех, ты тоже кушал в Туркмении? Мы подарили бабушку с дедушкой. А что мы подарили вам? Платочек. Им долго всего остального. Так, только помидор больше на пол не кидать. Да. А пока, а пока, а пока. Пока. Артеша говорит пока, да? Пока, 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 пока. Все, выпили чай, посмотрели фильм, поболтали, общались, подарки подарили, было здорово, и теперь возвращаемся домой. Причем у нас получилось все пораньше, чем мы думали, потому что Артеша очень рано проснулся, он тут попал всего 40 минут. Вот, и по-моему сейчас около пяти, а мы уже едем домой. И это хорошо, что мы так рано едем, потому что нам еще надо в магазин. Да, Артеш? Закупаться по полной надо? Сейчас в Акей поедем. Мы идем в магазин. Я шикаю на каблуках, и сегодня наконец-то в платье, который сшила и рода, фотку выложила в инстаграм. Почли, идем. Папа, возьми его за ручку. Я в поисках теплых колготок, потому что у меня остались только по 40 ден, и это холодно. Я хочу сейчас осенью походить еще в платье. Что-то они все такие дорогие, я уже в прошлом веке осталась, давно не покупала. Мне как бы 300-350 рублей, жалко отдавать. О, нашла. Блин, они Excel. Конечно же меня занесло в новогодний отдел. Не знаю, чего хочу, ничего не хочу. Хочу посмотреть, просто полюбоваться. Вот, может, такую елку нам. Правда, это, наверное, высокая. Не знаю, сколько стоит. Вроде 7000, хотя непонятно. Вот это белое 3500. Тут они классно, на ценниках название пишут. А как я должна узнать, что это за модель елки? Потому что на ней нигде не написано. Взяла Артёше вот такие варежки, потому что у него похожие есть, и он их согласился на днях надеть. В общем, вторую пару, потому что зимой промокать будут. Такие вот они по скидке были. Артёш, тебе зачем сейчас? Тебе жарко, ты и так весь мокрый. Колготки, кстати, какие-то вот такие взяла. За 150 рублей нашла. Артёша залипает на этих Дедов Морозов. Они поют периодически. Дедушка Мороз стоит, да? Я решила взять вот такие усы, нам для съёмок пригодятся. Ещё взяла скатерть новогоднюю. Пускай будет хотя бы одна. Спец. Нет, ну зачем тебе мясо? Туда? Ну один, один кусок. Да, холодный. Аккуратно только клади. Молодец. Тяжело везти. Всё, всё, всё. Всё, ты всё забрал. Деловая колбаса. Так и ходим по магазину. Очень редкий случай. Все спят. Я одна сижу на кухне и работаю. Лёшер сегодня пошёл спать уже в 9 вечера, потому что он уже вчера очень поздно приехал. И сегодня Артёшка-то его поднял в 7 утра. А ещё до этого с 6 утра, по-моему, Кузьма орал. Как ненормально, он любит иногда это поделать. А вот, поэтому... Лёшер не бесполз. Я не знаю, слышите вы это или нет, но это кому-то из соседей стучатся. Это у нас очень слышно. Я уже Рексу выгуляла, всех накормила, посуду помыла. У меня чистенько, хорошо. И продолжаю я работать. Я уже почту раскрепла. И сейчас мне надо монтировать видео на Зазеркалье. Я, поскольку закончила Туркменские влоги, теперь я могу заниматься видео на Зазеркалье. Вот, начала потихоньку дело. Не знаю, куда сделаю. Мы хотели опубликовать на этих выходных, но точно нет. Я надеюсь, что в начале недели оно будет готово, потому что у нас там звук, как всегда теперь, на петличке мы писали. И когда я свожу звук с двух петличек, соединяясь с картинкой с камерой, это очень много занимает времени, к сожалению. Вот, так что я сижу там, ковыряюсь с этим всем. Буду с вами прощаться. Увидимся завтра. Завтра мы идем на футбол. Ура, наконец-то. Так что я уже в предвкушении. Посмотрим, как это будет. Так что, всем пока и всем до завтра.